Как подключить трехфазный генератор к дому? Если ввод в дом трехфазный, то в качестве резервного источника питания к нему можно подключить трехфазный генератор. Воспользуемся четырехполюсным перекидным рубильником. Он имеет две группы входных контактов и одну группу выходных. Каждая группа контактов содержит по четыре контакта. На один вход рубильника подается три фазы и ноль от одного источника питания, а на другой от другого. Переключая вручную рычажок рубильника, подключаем к его выходу либо первый вход с тремя фазами и нулем, либо второй. Подключим рубильник к дому. Провода с выхода вводного автомата убираем, но прежде отмечаем порядок чередования фаз на распределительный щиток, чтобы впоследствии подать вводные провода в том же порядке. Подаем фазы L1, L2, L3 и 0N на первый вход рубильника, соблюдая правильную очередность фаз. Желтый, зеленый, красный. Подаем три фазы и ноль генератора на второй вход рубильника. Три фазы и ноль с выхода перекидного рубильника подаем на распределительный щиток дома, не забывая про порядок следования фаз, который получит трехфазное питание от основного ввода в одном положении рычажка и трехфазное питание от резервного источника питания, в данном случае от трехфазного генератора. Вывод. Перекидной рубильник максимально просто и безопасно подключает генератор к трехфазной сети дома, полностью исключая встречное включение генератора с основной сетью. Однако, после установки рубильника следует обязательно проверить правильность направления вращения трехфазных устройств дома, если таковые имеются, как при работе от основного ввода, так и при работе от генератора. Если они вращаются в обратном направлении, то необходимо поменять два любых фазных провода генератора или основного ввода местами и направление вращения изменится. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях.